МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4 Гомель. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не выпуская ключевых деталей. Здравствуйте! Решение определено. Геннадий Соловей взял под личный контроль обращение сотрудников предприятия ВИПРО в телерадиокомпанию. История народа, история каждой семьи. Об уникальном проекте белорусский семейный альбом «Воскресное интервью». День рождения один раз в четырехлетку. Превратности високосного года миф, который, похоже, уже не верит. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. В телерадиокомпанию «Гомель» обратились работники производственного унитарного предприятия ВИПРО. На листе с почти 130 подписями просьба помочь навести порядок на одной из гомельских улиц. Более пяти лет назад здесь началось строительство новой магистрали. Однако работы не завершены до этого времени. Люди с плохим зрением и слухом вынуждены добираться до работы среди машин, водители которых одновременно пытаются объехать и пешеходов, и многочисленные ямы. В ситуации разбирались наши корреспонденты. По большому счету, дорогу по инженерному проезду в Гомеле, или точнее то, что от нее осталось, можно было бы использовать для испытания автомашин на прочность, а водителей на профессионализм. Проехать участок длиной менее километра непросто. И поврежденное авто на этой дороге совсем не исключение. Дорога очень плохая. На машине въехал в яму, оторвался бампер. Вот сейчас надо делать ремонт, производить. И это уже продолжается на протяжении нескольких лет. По этой дороге мы мучаемся, а не ездим. Одни проблемы только. С этих дорог у нас ремонт на ремонте. Техника бьется. Ну, есть простой. Работники унитарного предприятия «Випра» от такой неблагоустроенности страдают, пожалуй, больше других. Из 350 сотрудников – 216 инвалиды. С учетом того, что тротуаров здесь нет, от ближайшей автобусной остановки приходится идти пешком. Причем вариантов два – по проезжей части или по так называемой «зеленой зоне», где также ездят машины. Для людей, которые плохо видят и слышат, это настоящее испытание. Кстати, чтобы попасть на работу, многие в качестве дополнительной обуви берут с собой резиновые сапоги. На нашем предприятии инвалидов всего где-то 60%. Они постоянно ходят на работу каждый день. И в темное время суток, зимой. И в плохую погоду. А нормальных дорог нет. Даже тротуара, посмотрите, нет. Люди ходят как раз по обочине и постоянно от машин брызгами пачкаются. И поэтому постоянно жалобы ко мне поступают. Мы вынуждены обращаться в разные станции. Но, к сожалению, результата никакого. По приблизительным подсчетам дорожников, чтобы полностью отремонтировать этот участок дороги, с соблюдением всех технологических требований и асфальтовым покрытием, необходимо около 400 тысяч рублей. Возможно, на деле эта цифра была бы не такой значительной. Но проблема в том, что основная дорога здесь должна пройти рядом. Именно этот участок потом использоваться не будет. С ситуацией на месте ознакомился председатель облсполкома Геннадий Соловей, который принял соответствующее решение. Современная магистраль будет построена в следующем году. Пока же для работников ВИПРы сделают специальный тротуар. Я дам поручение просчитать, сколько будет стоить строительство пешеходной части для того, чтобы улучшить пешеходное движение тех людей, которые работают на ВИПРы. Поэтому мы просчитаем, примем решение и посмотрим, с каких фондов мы можем выделить деньги, чтобы в текущем году хотя бы этот промежуток делали. Что касается самой дорожной сети, однозначно вкладывающей денежные средства в ее реконструкцию, это будет просто экономически неправильно. Поэтому мы дорогу подремонтируем, для того, чтобы она могла передвигаться, транспорт более эффективно. И примем решение по следующему году, включая ее программное развитие города Вомеля. После посещения проблемного участка дороги председатель облсполкома дал соответствующее поручение руководителю Гомеля. Уже на следующее утро в городском исполнительном комитете состоялось оперативное совещание с участием проектировщиков и дорожников. В связи с тем, что речь идет об объекте незавершенного строительства, принято решение на первоначальном этапе сделать для населения специальный тротуар и провести благоустройство участка дороги, по которому движется транспорт. Сейчас там производятся работы по грядированию этой улицы. Но я хочу сказать, что это только временные работы, потому что сейчас уже изготавливается документация. В следующем году запланированы в областном бюджете средства на то, чтобы выполнить работы по реконструкции этой улицы с выходом на улицу Советскую. Конечно, это будет уже современная такая магистраль. И со всеми там и тротуар будет, и будет безусловное освещение. Хотя тротуар мы уже, может быть, и не может быть, а уже, я думаю, что мы сделаем в ближайшее время в рамках того проекта, который разрабатывается. Чтобы, ну, то, что можно уже сейчас сделать, будет сделано в этом году, буквально в ближайшие месяцы. Ну, а остальные работы, вот такие же глобальные, по реконструкции этой улицы мы выполним в следующем году, когда уже будет иметься документация, прошедшая экспертизу. Если на проектировку и строительство тротуара потребуется определенное время, то благоустройство участка по инженерному проезду начали сразу после завершения совещания в горосполкоме. В связи с тем, что это временная дорога, укладывать асфальт здесь не будут, но ямки засыплют инертным материалом. Через какое-то время эти работы обещают повторить снова. В следующем году, после корректировки проектно-сметной документации, начнется строительство современной качественной трассы. Принятыми мерами работники ВИПРы остались довольны, но попросили навести порядок еще и на улице Троллейбусной, по которой инвалиды также приезжают на работу. Уже несколько лет во время дождей здесь образуется небольшое озеро, обойти которое невозможно. Для людей с ограниченными возможностями даже в хорошую погоду это настоящая полоса препятствий. Тем более, что впереди их ждет еще переход через железную дорогу. В темное время суток пройти здесь человеку, который практически ничего не видит, задача не из легких. В заключение работники ВИПРы сказали, что очень надеются на положительное решение их проблем. Ситуация на личном контроле руководителя области и в центре внимания нашей телерадиокомпании. Олег Сюнсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. К слову, одна из эффективных форм работы с обращениями граждан – личные приемы в регионах. На уходящей неделе встречу в Лельчицах провел помощник президента Беларуси инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Подробнее об этом, а также о других важных событиях уходящей недели далее в обзоре от службы информации. К помощнику президента инспектору по Гомельской области Юрию Шулейко в Лельчицах обращались с вопросами приватизации, ремонта дорог, водоснабжения и строительства станции обезжелезования. Во время прямой телефонной линии жительница агрогородка Ударная сообщила, что в населенном пункте начали проводить водопровод, пробурили скважину, однако работы прекратились. По словам представителей местных властей, объект готов примерно на треть, однако денег, чтобы завершить работы, нет. Юрий Шулейко заверил, вода будет. У вас вода будет? Будет. Будет вода. Найду деньги, будет вода. Договорились, спасибо. Но надо еще как минимум месяца три. Никуда я не денусь. Деньги, найдем эти деньги. Вопросы водоснабжения и качества воды волнуют также жителей Буйновича и Тонежа. Поручение местным властям и представителям жилищно-коммунального хозяйства области проанализировать каждую ситуацию, где есть возможность ускорить решение проблемных вопросов. В Лельчицах действительно уже давно существует это полесье, глубокое полесье, существуют вопросы с водоснабжением, это большое содержание железа. Деревни достаточно имеют и большую численность, они протяженные. Есть, конечно, сегодня проблемы и с грунтами. Я объяснял, что это болота. Сегодня в области существует программа. Она существует, естественно, приходят истоки ее и от районных властей, и пожеланий жителей по качеству воды. Заявители этих деревень, мы кое-что ускорим. Несмотря на то, что план есть план, но есть объективная необходимость, мы на это имеем право. И в продолжение темы работы с обращениями граждан. На субботнюю прямую линию с участием председателя Гомельского райисполкома Елены Олексиной некоторое время назад позвонила жительница района. Женщина обратила внимание на необходимость приобрести новый ультразвуковой аппарат для Гомельской центральной городской поликлиники номер один. После обсуждения обращения в районном, городском и областном исполнительных комитетах необходимые на оборудование средства были выделены. Первый филиал городской поликлиники обслуживает в основном жителей района. В зоне его ответственности более 32 тысяч сельских жителей, в том числе 6 тысяч детей. Новый ультразвуковой аппарат здесь был действительно необходим. Действующий отработал более 10 лет. Нередкими стали случаи, когда для постановки более точного диагноза пациенты были вынуждены обращаться в другие медицинские учреждения. Выполнить просьбу жительницы Гомельского района попросили депутата Национального собрания Республики Беларусь Николая Василькова. Медик по образованию, он хорошо знает, какое оборудование необходимо для поликлиники. По большому счету, положительное решение вопроса – пример эффективного взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти. На заседании Гомельского облсполкома рассматривали вопросы внешнеэкономической деятельности. По сравнению с 2018 годом, в прошлом показатель по экспорту товаров превысил 120%. Больше предусмотренного первоначальными планами поставлено товаров в Китай и страны Евросоюза. Вместе с тем называются и районы, где ситуация не такая оптимистичная. Гомельскому горосполкому и всем райисполкомам до 20 марта поручено представить предложение по заключению двухсторонних документов о межрегиональном сотрудничестве в рамках форумов регионов, которые пройдут в этом году. Отдельное внимание экспорту услуг. В целом здесь также неплохие результаты – 111% на 7% больше запланированного. Только строительная отрасль получила более 47 миллионов долларов на экспорте архитектурных и строительных работ. Вопросы внешнеэкономической деятельности в этом году будут находиться на особом контроле председателя облсполкома. Среди других требований – сконцентрироваться на выполнении поручений президента Беларуси, данных во время посещения Добрушской бумажной фабрики и Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. История народа, история каждой семьи. Чуть меньше года назад эта мысль потолкнула инициативный гомельчан даст старт виртуальному проекту по изучению истории земляков. Белорусский семейный альбом – страница в Инстаграм. Ее наполнение – снимки, сделанные не позже 1960 года, и короткие аннотации к ним. В чем ценность инициативы, и почему пользователям социальной сети приглянулась идея гомельчан? Об этом в интервью с историком Владимиром Александронцем. История народа, история каждой семьи. Как понимаю, именно этот тезис и лег в основу вашего проекта – Белорусский семейный альбом. Действительно, это так. Белорусский семейный альбом – это социально значимый культурно-просветительский проект. В социальной сети Инстаграм направлен на то, чтобы популяризировать историю через историю отдельно взятой семьи по страницам семейного альбома. Слоган нашего проекта – крутить колесо истории по страницам своих семейных историй. Это такой партнерский проект, проект, который поддерживает мастерская инновационных технологий, и реализуется он двумя человеками. Собственно, вот я один из инициаторов, и Екатерина Волчок – тоже историк, краевед, которая увлекается коллекционированием старых фотографий. А вот интересно, почему именно социальная сеть Инстаграм стала местом прописки вашего семейного альбома? Конечно же, когда мы задумывали этот проект, мы не претендовали и не претендуем на некую инновационность в нашем пространстве. Подобный альбом, подобный проект есть в России, он функционирует, но он создан в качестве такого интернет-портала. И, конечно же, на наш взгляд, это может отпугнуть простого пользователя, что нужно регистрироваться, нужно что-то загружать, выполнять ряд формальных требований. Сегодня социальная сеть Инстаграм достаточно популярна, прежде всего, в молодежной среде. Легкая регистрация и коммуникация между администратором группы, между участниками этого сообщества позволяет нам также внедряться и в это пространство. То есть мы, наверное, где-то пошли по пути о серьезных вещах в достаточно такой легкой, может быть, где-то несерьезной социальной сети, какой есть, может быть, и сеть Инстаграм. Но это еще и возможность того, что мы оперативно получаем и присоединяем молодого пользователя к своему прошлому, к прошлому нашей страны. Что действительно важно. Как понимаю, начинали с истории и фотографии и своих, и самых близких людей проекту чуть менее года. Удалось ли за этот период выйти на ту самую обратную связь, без которой жизнедеятельность проекта невозможна? Конечно же, в рамках нашего проекта это одно из стратегических направлений нашей деятельности. Это коммуникация. Мы не можем размещать свои фотографии, потому что ресурс их такой ограниченный, но мы претендуем и прежде всего ориентируемся на то, что мы получим обратную связь от простого, от конкретного белоруса, который хочет знать прошлое своей семьи и понимать, как это прошлое семьи интегрировано, вписано в историческую картину прошлого нашей страны, Беларуси. Кто чаще всего пишет и присылает свои фотоснимки? Это жители Гоймольской области или они только? На самом деле география нашего проекта, она разнообразна. Это вся страна, Беларусь. Конечно, мы ориентируемся и на гомельчан, но вот обратная связь, у нас на настоящий момент более 500 подписчиков, с учетом того, что мы не так давно начали эту деятельность. Это разные регионы. Конечно, вот за время реализации проекта мы наблюдаем такую достаточно заметную активность Слудского региона, потому что нам удалось наладить партнерство с местной газетой «Слудский курьер», которая не только помогает нам искать, но еще и уже такой некий исследовательский наш штаб. Вот в Слудском районе многие жители даже просят редакцию газеты отсканировать фотографии свои, потому что нет возможности такой у семьи. И потом уже эта редакция не только размещает на страницах своей газеты, в интернет-ресурсах, но и присылает нам, за что мы крайне просто бесконечно благодарны сотрудникам этой редакции, потому что мы на самом деле вот начало года этого ознаменовалось тем, что мы выкупили фотографию коллекционеров, свадьба в Слудском районе, 50-е годы. И неизвестные люди, кто это был, и буквально в начале года нам пишет родственница людей, которые размещены на этой фотографии, и нам удалось выяснить, что на самом деле кто изображен на этой фотографии, какова судьба этих людей. Таких вот историй накапливается постепенно достаточно много. Они нам показывают, что белорусы на самом деле это такая пестрая картина и многонациональная, и многопрофессиональная, разнообразная картина, что это не только крестьяне в лаптях и в национальном костюме, но это и интеллигенции, это и предприниматели, это и дворяне, и шляхты, и тому подобное, которые были представлены на наших землях. Каждый фотоснимок уникален, но все-таки какие из историй по-настоящему удивили, а может быть и шире, подтолкнули провести своего рода историческое расследование? На самом деле, вот многие фотографии служат основой для расследования. Как, например, Александр, вот эта фотография тоже выкуплена у коллекционера девочки из Слуцка, которые адресовали на память эту фотографию своей воспитательнице Тине Виноградовой, 30-е годы. Написана подпись эта на такой хорошей, чистейшем белорусском языке. И, как выяснилось, что это был вообще целый коллекционный альбом, и сейчас вот мы в поисках вообще и сведений об этих девочках, которые и, собственно, о воспитательнице Тине Виноградовой. В перспективе мы верим в то, что основа и материалы нашего белорусского семейного альбома лягут и будут использованы историками, краеведами при проведении исследований. И в фондах, на страницах нашего проекта, вот есть также такая фотография, это свадьба в Гомеле, начало 20-го века. И это тоже объект не только для исторического, но и для этнологического исследования. Для того, чтобы охарактеризовать, как выглядели гомельчане в начале 20-го века, что носили, как выглядел свадебный костюм и тому подобное. Фотографии могут сказать также больше, чем и исторические письменные источники. И действительно, речь не просто про страницу в Инстаграм, это целая история, которая будет дополняться. Спасибо за интересный проект. Успех в делах. До встречи в эфире. 2020 год високосный. Из у верных людей это обычно пугает. Он окутан мистикой и предрассудками о всяческих неудачах. А ведь, по сути, високосный год всего лишь дарит нам один дополнительный день, а остальное просто самовнушение. Какова вероятность родиться 29 февраля и стоит ли верить народным поверьям? Разбиралась Анна Корольчук. 29 февраля – это 60-й день года и последний день високосной зимы. В народе эта дата окутана нехорошей славой. Древние славяне считали, что это день явления злого и завистливого касьяна, который лишает людей здоровья и достатка. И хорошо, что он случается лишь один раз в четыре года. Как бы то ни было, люди, рожденные 29 февраля, считают себя по-настоящему особенными и на своем примере готовы опровергнуть все суеверия. Вероятность родиться 29 февраля примерно одна к полутора тысячам. Следовательно, в мире живет около 4 миллионов человек, чья дата рождения попадает на этот день. В Гомеле их около 300. Первой, кого нам удалось найти, стала Александра Краменская. Девушка работает учителем физики и информатики в школе. Вчера она отметила свой шестой день рождения. Как бы 23-24 и вот так вот, 6 лет, вот такой маленький ребеночек. Друзья некоторые говорят, ну давайте, вот ей вот в клуб пути нельзя, вот точно. Вот ее туда не пить. 6 лет. А как люди реагируют, когда узнают? Какие-то вопросы задают, что, ну... Не, они в большинстве случаев, они не верят, они так говорят, что серьезно. Я говорю, да, могу паспорт показать, показывают. Что касается суеверия, о них Александра даже не слышала. Не верят в предрассудки и Валентин Молдунов, будущий историк и студент Мозырского педагогического университета имени Шамякина. В их семье 29 февраля день особенный. Парень отмечает один на двоих праздник с братом Станиславом, который сейчас учится в Витебской ветеринарной академии. Мы дво няшки вместе родились. Но внешне есть сходство, но не сильно. То, что вот эта вот маленькая особенность, она придает уверенности. Это наоборот, как-то, знаете, служит таким неким стимулом, да, подпиткой такой маленькой. Ты особенный, значит, ты что-то должен сделать больше. Это тебя сподвигает что-то сделать более. Дополнительный день и вообще високосный год существует благодаря нашей планете. Путешествия вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней и еще около 6 часов. Так за 4 года и набегают дополнительные сутки, которые подстраивают наш календарь под движение планеты. Чудесным образом с датой 29 февраля связана жизнь Елены Галай, доцента кафедры вагон и Белорусского государственного университета транспорта. В этот день родилась и сама Елена, и ее мама. В роддоме такое совпадение произвело настоящий фурор, а редкая дата дала возможность праздновать два дня подряд. Утром 28-го начинают звонить люди, которые говорят, что завтра уже другой месяц, поэтому тебя хотим поздравить в феврале. А весь день 1 марта звонят люди, говорят, ну вчера же еще было 28 февраля. Поэтому когда вот в этом году только один день, 29-го, 28-го начинается такая ломка, почему тебя никто не поздравляет. И только уже 29-го все поздравления. Но зато уже столько поздравлений. Даже те люди, которые не общались с тобой вот 4 года, они звонят и поздравляют. Каково было наше удивление, когда в Белгуте нашелся еще один такой особенный именинник. И он работает на одной кафедре с Еленой. Кандидат технических наук Владимир Разон считает, что все рожденные 29-го будто семья. А сама дата, как эликсир молодости. Ведь совершеннолетие наступит только в 72. Однако по данным роддомов, родители все еще стараются избегать этого дня. А если не вышло, записывают високосных детей на 28-е февраля или гораздо чаще на 1-е марта. Так произошло и с Анастасией Потечук. О своем редком дне рождения я узнала не во время своего детства, а узнала где-то примерно 8 лет. На самом деле, когда в високосный год попадает мой день рождения, этот год для меня сложным является. Вот. Ну, это уже я по себе отметила. Но все, чего я хочу, я всегда достигаю. И все дается мне упорным трудом. Я закончила золотой медалью в школу с красным дипломом в университет. Я была участницей президентского бала. Девушка убеждена, люди сами творцы своей судьбы. И перекладывать ответственность на приметы глупо. Нужно верить в себя и свои силы. Это подтверждают и эксперты. По словам астролога Геннадия Мельченко, мистика 29 февраля это скорее из области суеверий. Основная характеристика этого дня в том, что солнце находится в знаке рыб. Верить в то, что он неудачный не стоит. В разные годы он может отличаться и всегда зависит от личного прогноза. Так, 29 февраля этого года в целом благоприятный день. Сложности будут только в решении юридических и финансовых вопросов. То же самое относится и к високосному году. Если смотреть на историю, особыми сложностями они не отличаются. Здесь все индивидуально. Главное не заниматься самовнушением, иначе действительно можно притянуть проблемы. Кстати, по статистике ЗАГСов, женившиеся в високосном году разводятся не чаще других. А браков 29 февраля заключается примерно столько же, сколько и в обычный день. Женихи шутят, что такую годовщину уж точно не забудешь, а отмечать можно будет один раз в четыре года. Кстати, в Европе 29 февраля – это день Святого Освальда. И по традиции в этот праздник женщина может сделать предложение мужчине. Конечно, сегодня этот закон имеет символическое значение. Но многие жительницы Европейского Севера ждут этой даты с нетерпением. Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Валерий Гопанько, Новости недели. Премьерные спектакли и постановки гастролирующих коллективов. Начало весны ознаменовалось появлением на театральных афишах региона значительного числа новинок. В Гомельском областном драматическом театре поставили улетную комедию в трех рейсах. В Мозорском имени Мележа – семейную историю, в молодежном – рок-комедию. А в кукольный с гастролями приезжают могилевчане. Все подробности далее в нашей постоянной рубрике «Культурное обозрение». На сцене Гомельского областного драматического театра состоялась премьера комедии «Боинг, Боинг, Боинг» по пьесе Марко Камалетти. Это произведение французского драматурга вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое демонстрируемое в мире. Его ставили на сценах более чем 60 стран. Теперь шанс увидеть рекордсмена лично получил и гомельский зритель. Жанр спектакля – улетная комедия в трех рейсах. По сюжету молодой лавелас приударяет сразу за тремя девушками-стюардессами. Он планирует свидание на основе расписания авиарейсов своих подруг. Однако не всегда его планы совпадают с реальными обстоятельствами. И уже тогда смешных ситуаций просто не избежать. Труппа Мозорского театра имени Мележа представила на неделе премьеру спектакля «Уехал цирк» по одноименной пьесе современного американского драматурга Дона Нигра. Этот спектакль драматичен по своей сюжетной линии. Главной героине Бекки всего 15. Она по-детски наивна и доверчива. Ее переход во взрослую жизнь происходит стремительно и внезапно. Готова ли героиня к таким переменам? Ответ вы найдете на театральных подмостках в Мозоре. Тем временем в Гомельском молодежном театре готовят премьеру рок-комедии «Фанатки» по пьесе Родиона Белецкого. Спектакль о молодых для молодых и их родителей. Он об актуальной проблеме, желании надевать на себя одну за другой маски, прячась от действительности. Премьерные показы запланированы на 6, 7, 8 и 28 марта. В кукольном театре на неделе гостили брещане. Гости привозили два спектакля. День рождения кота Леопольда для юного зрителя и холстомер по повести Льва Толстого для взрослого. А в первых числах марта в Гомель приедут артисты Могилевского областного театра кукол с детским спектаклем «Котенок по имени Гав» и взрослой постановкой «Синяя-синяя» по рассказу Владимира Короткевича. И на этом у меня все с самыми интересными культурными событиями региона. Вознакомили Евгения Кухаронок и Игорь Марищенко. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова